Давайте начинать наше занятие. Сегодня у нас вебинар по дошкольному образованию на тему Организация познавательно-исследовательской деятельности дошкольников в процессе реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Проведет вебинар Мирошник Марина Игоревна, почетный работник общего образования Российской Федерации, дважды победитель конкурса лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта образования, заместитель директора по учебно-насветательной работе школы номер 5 Ростова-Медону и автора пособий нашего издательства. С графиком дальнейших вебинаров можно ознакомиться на нашем сайте. Там же вам доступен сервис «Запланировать участие» и в этом случае на вашу электронную почту, незадолго до мероприятия, а именно за день и за час до него, приходит напоминание и ссылка для входа на вебинар. Все материалы мы размещаем на нашем сайте после 18.00 по московскому времени. Тогда же начинается и рассылка сертификатов. Наш вебинар продлится до 16.30 по московскому времени и в чате я нахожусь под именем адреса. Я приглашаю участников проявлять активность, задавать вопросы автору, писать их в чате, мы их будем обсуждать. А сейчас я передаю слово нашему лектору. Что в прошлой серии вебинаров мы уже рассматривали пришкольную подготовку, которую организовываем на базе школы в контексте федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Но если в прошлом году мы затрагивали основные образовательные области, то в этом году два вебинара, которые запланированы, рассчитаны на то, что мы конкретизируем некоторые виды деятельности, которые и работают на развитие детей в определенных областях. И сегодня наша встреча посвящена организации познавательно-исследовательской деятельности дошкольников в процессе реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Мы переходим к тому, что 4 года назад, 17 октября 2013 года, был принят соответствующий документ, но прежде чем он был принят на уровне дошкольного образования, аналогичный документ был принят в начальной школе. И, собственно, хотелось бы несколько слов сказать о том, как в последние годы выглядит вся система образования, и начать с первоисточника, а именно с закона об образовании в Российской Федерации, который гласит, что отныне, но отныне имеется в виду с 1 января 2013 года, в Российской Федерации устанавливаются следующие уровни общего образования, дошкольное, начальное общее, основное общее и среднее общее образование, то есть дошкольное образование, наконец, стало полноправной ступенью всей системы образования в Российской Федерации. Что касается федеральных государственных образовательных стандартов, которые, как вы поняли, должны действовать на каждой из упомянутых ступеней, то они, по идее, должны обеспечивать единство образовательного пространства в Российской Федерации, преемственность основных образовательных программ, вариативность содержания и возможность формирования образовательных программ различного уровня сложности с учетом потребностей и возможностей детей, и, конечно же, гарантии определенного уровня качества образования на основе единства требований к условиям реализации основных образовательных программ. Что касается принципиальных отличий федеральных государственных образовательных стандартов от их предшественников, то вы, может быть, уже сталкивались с тем и неоднократно, что эти документы называют стандартами выбора. Почему именно так? Дело в том, что стандарт вообще устанавливает три вида требований. Это требования к структуре образовательных программ, к условиям реализации и к планируемым результатам. И на каждом из образовательных уровней, о котором я говорила выше, предполагается определенное соотношение между обязательной частью и частью, которая формируется участниками образовательного процесса. Под участниками образовательного процесса подразумеваются обучающиеся или воспитанники, их родители, педагоги, ну и, собственно, образовательные организации. Что касается, скажем так, полномочий обучающихся и их родителей, то за ними, собственно, выбор индивидуальной траектории развития. Если мы говорим о педагогических работниках, то за ними, то есть за нами, выбор путей, средств и способов достижения планируемых результатов. И, наконец, к компетенции образовательных организаций относится разработка основной образовательной программы, планов, структуры, штатного расписания, выбор, расстановка кадров, обеспечение оборудованием и так далее. Обращаю ваше внимание, что на уровне дошкольного образования достаточно большой процент, а именно 40% содержания, эта часть формируемая участниками образовательного процесса. Поэтому сразу предваряю вопрос по поводу того, о каким образом те программы или пособия, о которых будет сегодня идти речь, можно включить в основную образовательную программу. Вот как раз в эту часть, формируемую участниками образовательного процесса, это вполне и может быть, вами, уважаемые коллеги, включено. Еще несколько слов о таком нормативном документе, как Федеральный, извините, закон об образовании, который утверждает, что дошкольное образование должно быть направлено в первую очередь на формирование общей культуры, на развитие различных качеств личности, как то физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, формирование предпосылок учебной деятельности, о них более подробно мы будем сегодня говорить, а также на сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Хочется сказать, что похожие установки, ну, я имею в виду сейчас сохранение и укрепление здоровья детей, обязательно присутствуют на каждой из ступеней, потому что забота о здоровье, физическом, психическом и социальном наших воспитанников и обучающихся, это, на наш взгляд, задача приоритетная. И теперь мы говорим с вами уже о федеральном государственном образовательном стандарте, вспоминаем те пять областей, которые в соответствии с пунктом 2.6 обязательно должны быть в программе, основной образовательной программе дошкольного образования. Итак, содержание программы дошкольного образования должно обеспечивать развитие личности, мотивации, способов деятельности детей, их способности в различных видах деятельности, охватывать следующие структурные единицы или, как мы говорим, образовательные области. Это социально-коммуникативное развитие, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое. Конкретное содержание указанных областей... Почему-то не хочет, у нас пересчетка эта презентация. Зависит и от возраста детей. Попробуем так. Да, я буду продолжать. И от возраста детей, и определяется целями и задачами программы, и может реализоваться. И от возраста детей, и может реализоваться в различных ведущих видах деятельности, в общении, игре, исследовании, как в сложных механизмах развития ребенка в дошкольном детстве. Как вы сами понимаете, уважаемые коллеги, сегодня подробно я не буду говорить ни о младенческом возрасте. Я пока останавливаюсь. Уважаемые коллеги, я надеюсь, что вы еще с нами. Временные технические неполадки устранены, и мы продолжаем. Я напоминаю, что мы остановились на том, что конкретные виды деятельности, конкретное содержание указанных образовательных областей зависит и от возрастных и индивидуальных особенностей детей, и определяется целями и задачами программы, и реализуется в различных видах деятельности. Это такие виды деятельности, как игровая, включая и сюжетно-ролевую игру, и игру с правилами, и другие виды игр. Это деятельность коммуникативная, то есть общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками. Деятельность познавательно-исследовательская, исследование объектов окружающего мира, экспериментирование с ними. Сегодня именно об этом виде деятельности мы с вами будем говорить подробно. Восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание, элементарный бытовой труд, имеется в виду и в помещении, и на улице, конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и мы материал, деятельность изобразительная, рисование, лепка, аппликация, музыкальная, которая включает в себя восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах. И двигательная деятельность, которая предполагает овладение основными движениями. Что касается соотнесения между основными образовательными областями и видами деятельности, то на следующем слайде они представлены, но достаточно условно. То есть, хотелось бы сказать, что, на наш взгляд, это соотнесение по принципу деятельность наиболее эффективная для развития в данной области. Мы с вами прекрасно понимаем, что, например, речевое развитие детей в первую очередь происходит в процессе коммуникации, но также может происходить и в процессе восприятия художественной литературы и фольклора. Поэтому то, что вы видите на слайде, это соотнесение, но достаточно условное, но, на наш взгляд, необходимо, потому что очень часто возникает вопрос, вот пять образовательных областей и девять видов деятельности, вот как они между собой соотносятся. Ну вот, на наш взгляд, это один из вариантов такого соотнесения. Что касается вообще развития деятельности, любого вида деятельности у детей, не только дошкольного, но и младшего школьного возраста, то вот вашему вниманию хотелось бы предоставить такую, на наш взгляд, универсальную схему и заодно акцентировать ваше внимание на ней в связи с тем, что вот одним из вопросов, поступившим к нам перед вебинаром, был о современных педагогических технологиях как инструменте повышения качества начального образования, но также и дошкольного образования. Вот эта схема, по которой может строиться занятие или урок, и она будет актуальна и будет в контексте федерального государственного образовательного стандарта. Те коллеги, которые работали в рамках системы развивающего обучения, я имею в виду системы Леонида Владимировича Занкова или Конина Давыдова, то эта схема, конечно же, для вас не нова. И вообще для тех коллег, которые работали в контексте развивающего обучения, федеральный государственный образовательный стандарт – вещь, скажем так, более привычная и понятная. Речь идет вот о чем. Что изначально ребенок действует самостоятельно, в любом виде деятельности, затем сталкивается с определенным затруднением. Потом при помощи взрослого, в сотрудничестве с другими детьми, он это затруднение устраняет. Разумеется, затруднение это должно лежать в зоне ближайшего развития ребенка. Дальше совместно продолжает действовать со сверстниками и, наконец, снова действует самостоятельно, но уже обладев этим новым видом деятельности. Вот эта формула, эта схема может лежать в основе учебного занятия, хоть индивидуального, хоть группового. И таким образом вы будете реализовывать содержание, вот облекая его в современную форму. Для успешной реализации программы в соответствии со стандартом в учреждении должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям. Недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей. О зоне ближайшего развития я говорила буквально совсем недавно. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми ориентировано на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. И, наконец, вовлечение родителей, привлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. Хочется сказать, что подобные условия могут быть созданы, должны быть созданы на базе любого дошкольного образовательного учреждения, ну и, конечно же, могут быть созданы на базе школы, что дает нам возможность заниматься с будущими первоклассниками непосредственно в помещении и с нашими коллегами, которые работают в начальной школе. Несколько слов о преемственности, потому что в одном из вебинаров, который проходил у нас в прошлом году, это был вопрос, скажем так, вопрос-пожелание по поводу того, о чем еще хотелось бы узнать слушателям, о том, как соотносятся между собой федеральные и государственные образовательные стандарты дошкольного и начального общего образования. Вот перед вами на слайде информация, я ее позволю себе кратко прокомментировать, но, на мой взгляд, достаточно понятно, она здесь изложена. То есть то, что на уровне дошкольного образования рассматривается как поддержка разнообразия детства, учет индивидуальных возможностей и потребностей, сохранение уникальности и самоценности детства, лично-соразвивающий характер взаимодействия, реализация программы в формах специфических для детей данной возрастной группы. Все это на уровне начального общего образования поддерживается и реализуется, но уже на уровне детей более старшего возраста и получается, что создаются равные возможности получения качественного образования, развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий составляет цель образования, то есть универсальные учебные действия, личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные, это сфера деятельности начального общего образования. Но дошкольное образование занимается формированием предпосылок универсальных учебных действий, обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, сохранение и развитие культурного разнообразия языкового наследия, становление основ гражданской идентичности и мировоззрения. То есть таким образом такие виды деятельности, такие направления работы, как доступность, индивидуализация, деятельственный подход, поддержка инициативы, вариативность, учет этнокультурной ситуации, социализация, вот они пропагандируются и реализуются и на уровне дошкольного, и на уровне начального общего образования. Что касается готовности к школьному обучению, то оно достаточно многоаспектное, я не буду сегодня говорить об этом очень подробно, просто напомню, что готовность к обучению предполагает не только и не столько определенный запас сведений и знаний. То есть в первую очередь, он, конечно, необходим, но в первую очередь мы с вами говорим об адаптации, которая включает в себя психологическую готовность и готовность к физическому. Адаптация, то есть приспособление к школе, к новой жизни, жизни первоклассника, то есть этапу, когда в жизни ребенка меняется практически все. Адаптация физическая и психологическая, ну здесь, конечно, в первую очередь мы делаем акцент на адаптации психологической, потому что физическая готовность, это все-таки в первую очередь забота родителей, а дошкольные и школьные учреждения здесь в первую очередь должны исповедовать принцип «не навреди». Что касается психологической готовности к обучению, то она включает развитие коммуникативной сферы, то есть навыков общения и взаимодействия с детьми и взрослыми, саморегуляцию и произвольность, то есть умение слышать, слушать, выполнять инструкцию, вести себя в соответствии с общепринятой нормой поведения, развитие высших психических функций, в том числе интеллектуального компонента, памяти, внимания, мышления, речи в соответствии с возрастной нормой, сформированность внутренней позиции школьника, что означает сознательную постановку и исполнение ребенком определенных намерений и целей. В развитии данного критерия принимает участие волевой компонент, отвечающий за произвольность и саморегуляцию. Данный параметр можно считать сформированным, если ребенок способен ставить цель и достигать ее, прикладывая усилия и преодолевая препятствия. Важно, чтобы школьник не пасовал перед трудностями и не отказывался от достижения намеченной цели, если на пути к ее достижению встречаются препятствия. То есть мы сейчас с вами говорим, например, о предпосылках регулятивных универсальных учебных действий. И на базе нашего образовательного учреждения мы стараемся все, о чем было сказано выше, реализовывать в ходе программы, которая называется «Адаптация ребенка к условиям школьной жизни». Я выше озвучивала выдержки из нормативных документов, и на наш взгляд цель, которой мы задаемся, вполне пересекается с тем, что было сказано. То есть наша цель создать условия для гармоничного развития детей, которые позволят им в дальнейшем успешно владевать программой начального образования, независимо от того, в какое учреждение он пойдет, не обязательно это должно быть в нашей школе. Что касается задач, то я позволю себе все их не перечислять, а просто обратить внимание на то, что обеспечение преемственности мы ставим во главу угла, а также развитие психических процессов познавательно-эмоциональной волевой сферы детей. Вот как раз о развитии познавательных процессов сегодня мы будем говорить более подробно. Ну и мы достаточно долгое время, почти 20 лет, мы работали в этом направлении, конечно, менялись акценты, менялись формулировки, но суть и начального образования, и предшкольной подготовки на самом деле не сильно меняется в течение времени, меняются только акценты в целях. Нам удалось 4 года назад, благодаря издательству, Легион наконец-таки получить тетради на печатной основе и методические пособия для педагогов и родителей по 6 направлениям. Если вы читаетесь в названиях, то увидите, что, в общем-то, несмотря на то, что их 6, они тоже достаточно удачно перекликаются с теми образовательными областями, о которых мы с вами говорили в контексте стандарта дошкольного образования, и отвечают тем задачам, которые мы перед собой ставим. Готовя детей к обучению в школе, мы исповедуем ряд принципов. Это единство, развитие, воспитание, обучение, учет индивидуальных особенностей, то есть, по-моему, эту формулировку уже многократно я сегодня повторяла, но уже в контексте федерального стандарта. Уважение к ребенку, к процессу и результату его деятельности, наглядность, систематичность и последовательность. То есть, те учебно-методические пособия, которые мы предлагаем вашему вниманию, включают в себя планирование, программу и содержание, разработанное содержание по шести направлениям для детей, это тетрадь на печатной основе, и для педагогов и родителей. Несколько слов о том, как может быть организована процедура предшкольной подготовки, если речь идет о занятиях не в дошкольном учреждении, а на базе школы. Занятия мы проводим во второй половине дня, в будние дни, с таким расчетом, чтобы будущие первоклассники попадали на этаж. С одной стороны, это этаж начальной школы, с другой стороны, в этот момент там уже никого, кроме них нет. Занятия длятся в течение 25 учебных недель. Начинаем мы в октябре, заканчиваем в апреле месяце, дважды в неделю. Вот у нас есть шесть направлений. Три занятия у нас проводятся в один день недели, три в другой. Продолжительность занятий 25 минут, переменки между ними 5 и 10 минут. Дети на курсах предшкольной подготовки занимаются в малых группах, в группах по 10-12 человек. И еще один важный момент, шесть предметов, шесть курсов у нас преподаются шестью разными педагогами. Мы не сторонники того, чтобы ребенок до момента поступления в школу уже начинал знакомство со своим потенциальным первым учителем и вместо адаптации к процессу обучения привыкал к личности конкретного педагога. То есть мы адаптируем к самому процессу. И в качестве результатов реализации программы вы видите несколько тезисов на слайде. Вот в контексте нашей сегодняшней встречи особое внимание хотелось бы обратить на положительную динамику в развитии мышления, внимания, памяти и речи будущих первоклассников. Ну и если говорить уже сегодня более подробно о познавательном развитии, то познание как форма духовной деятельности существует в обществе с того момента, как оно в общем-то возникло. Проходя вместе с ним определенные этапы развития. На каждом из этих этапов процесс познания осуществляется в многообразных и взаимосвязанных социально-культурных формах, выработанных в ходе истории человечества. Познавательная деятельность – это всегда искание и открытие нового. Поиск ранее неизведанных подходов и решений, активное достижение истины, активная, а не созерцательная деятельность субъекта в любой ее форме. То есть помните, пожалуйста, коллеги, вот эта универсальная схема развития любого вида деятельности. Она действительно подразумевает активность, причем на каждом из этапов участников этой познавательной деятельности. Источником познания дошкольника является чувственный опыт. Диапазон его зависит от того, насколько тонко ребенок владеет суммой специальных действий. Например, рассматривание, щупывание, сравнение, сопоставление, выделение главного, второстепенного и т.д., влияющих на восприятие и мышление. В процессе познания задействованы все способности познающего субъекта и их единстве и взаимодействии. В процессе познания участвуют все органы чувств, память, мышление, воображение, фантазия, интуиция и прочее. Проблема развития познавательной активности ребенка дошкольного возраста в течение многих лет остается актуальной. И вот сейчас мы ее с вами рассматриваем, но уже в контексте Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. И познавательное развитие в соответствии с этим документом предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, формирование познавательных действий, становление сознания, развитие воображения и творческой активности, формирование первичных представлений о себе, о других людях, об объектах окружающего мира, о их свойствах, о отношениях, о малой родине и отечестве и о планете Земля, как об общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразиях стран, народов мира. По данному направлению развития и образования дошкольников они следующие. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумать объяснение явлением природы и поступкам людей, склонен наблюдать, экспериментировать, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором живет, знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и прочих дисциплин, и ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. И вот как раз деятельность познавательно-исследовательская... Мне никак не хочется, вовремя у нас работает презентация. Так, давайте, познавательно-исследовательская. Так, я продолжаю рассказывать про познавательно-исследовательскую деятельность, но презентация у нас пока не хочет работать. Продолжение следует... 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 Рассматривать какую-то проблему с различных позиций. То есть, например, представь, что ты учитель, а ты врач, а ты железнодорожный рабочий. Как ты можешь записать то-то, то-то и то-то. Создание противоречия. Организация противоречия в практической деятельности детей. То есть одно дело описать словами, другое дело смоделировать ситуацию, в которой дети в буквальном смысле с таким противоречием столкнутся и будут вынуждены его разрешать. Ну и, собственно, ниже представлен алгоритм. То есть вот одним из перечисленных приемов мы создаем проблемную ситуацию. Далее мы актуализируем те знания, которые уже есть у детей, для того, чтобы была возможность из зоны актуального развития выйти в зону ближайшего развития. Дети выдвигают какие-то гипотезы, предположения, свои варианты решения проблемы. Далее мы выбираем из них оптимальные, проверяем найденные способы решения, убеждаемся в тех, которые были правильными, скажем так, на собственном опыте. И потом уже включаем вот это добытое знание в общую систему знаний. Этот алгоритм, на наш взгляд, тоже достаточно понятный, вполне может вами использоваться и для развития исследовательной познавательной деятельности детей. И сейчас хотелось бы на примерах некоторых курсов, о которых я говорила выше, рассмотреть конкретные задания, которые могут быть детям предложены, конкретные ситуации. И они, в свою очередь, тоже будут способствовать развитию познавательно-исследовательской деятельности. Когда я озвучивала то, что входит в понятие, само понятие познавательной активности детей, то там многократно звучала мысль о том, что это обязательно должно быть наблюдение за объектами окружающего мира. И поэтому, собственно, вот сегодня из шести возможных курсов я решила начать с курса, реализация курса в мире природы. Сразу скажу, что в рамках каждого из шести предлагаемых курсов можно найти материал, который будет способствовать активизации познавательной активности, извините, активизации детей в этом направлении. Но сегодня вот три курса мы озвучим, а в следующий раз мы поговорим на примере трех оставшихся о другом виде деятельности, на наш взгляд, более подходящем именно для содержания трех оставшихся. Итак, реализация курса в мире природы. Вы видите на слайде цель и задачи, так же, как и на предыдущих слайдах. Мне не хотелось бы все это перечислять, а просто обратить внимание в контексте озвученной темы, что в рамках занятий предполагается развитие познавательного интереса путем погружения дошкольников в атмосферу наблюдений и элементарных экспериментов на материале объектов живой и неживой природы. Это проведение с детьми на элементарном уровне сопоставлений различных объектов живой и неживой природы. Что касается этапов проведения занятий, то те пять этапов становления детской деятельности вполне могут быть реализованы в рамках второго этапа работы по теме занятия. А вот первоначальный пункт, отправная точка, погружение в атмосферу темы, это как раз может быть ситуация, когда дети действуют еще самостоятельно. То есть дети действуют пока самостоятельно, им предлагается задание, в рамках которых они чувствуют себя вполне комфортно и таким образом погружаются в атмосферу материала, а затем уже моделируется проблемная ситуация, которая в рамках этой темы рассматривается и решается, ну и в завершении занятия проводится этап рефлексии. Что касается конкретных заданий, то если мы говорим о развитии мыслительных процессов, то есть анализ, синтез, классификация, умение выделять главное, то есть перед вами на слайде несколько страниц и способий в мире природы, здесь как раз яркие примеры заданий на умение выделять существенные признаки и классифицировать объекты. То есть, например, если мы предлагаем детям раскрасить только тех животных, которые проживают на территории родного края, то как минимум нам нужно актуализировать на территории какого края мы вообще находимся и каких животных своего родного края мы знаем, а потом уже соотнести свои представления с тем, что мы видим на иллюстрации и сделать соответствующую выборку. То же самое касается работы с растениями, то есть ребятам предлагается выбрать только те, которые растут на территории родного края, опять же, то есть из всего множества нужно уметь и по существенным признакам соотнести и вычислить те, которые будут расти на территории, например, Донского края. Заодно мы актуализируем представление детей об особенностях природы и также можем затрагивать вопросы, то есть установление причинно-следственных связей здесь уже имеет место быть, почему вот, например, такое растение у нас может произрастать, а, например, в какой-то другой области расти оно бы уже не смогло. Так, задания, связанные с раскрашиванием, не имеют на уроках в мире природы ничего общего с рисованием в том плане, что раскрасить не самоцель. То есть, опять же, если дается задание, связанное с раскрашиванием иллюстрации, то она все равно несет в себе познавательный подтекст, а именно, прежде чем что-либо раскрашивать на странице, нужно сначала найти ошибку, допущенную художником, и раскрасить только те растения, которые произрастают в лесу. Дальше, наши пособия все черно-белые, и это, на наш взгляд, тоже способствует развитию активности и познавательно-исследовательской деятельности. Если мы ставим перед детьми задачу раскрасить иллюстрации так, чтобы было видно, какое время года изображено, то таким образом мы актуализируем представление детей о временах года и об их особенностях, и только потом уже переходим к процедуре раскрашивания. Равно как и задание, связанное с небесными телами и с существенными отличиями нашей планеты, планеты Земля, от других планет Солнечной системы. То есть умение вычинить, что объединяет нашу планету со всеми остальными планетами. То есть она также входит, например, в Солнечную систему. А чем планета Земля отличается? На ней есть жизнь. А благодаря чему на планете есть жизнь? И тут мы уже с детьми говорим о том, без чего жизнь не могла бы быть. То есть есть то, без чего мы смогли бы прожить, имеется в виду выжить в физическом плане. А есть то, без чего человек обойтись не может. И вот в ходе этой беседы, споров, рассуждений рождается истина и, собственно, называются существенные признаки, благодаря которым жизнь на планете Земля все-таки существует. То есть наличие атмосферы, возможность дышать, наличие воды, наличие тепла и света и так далее. То есть умение выделять существенное, главное. Задания на классификацию, на умение выделить существенные признаки могут быть в разных формах. То есть, например, если мы предлагаем детям на примере растений, да, то есть вот из целого ряда раскрасить, то, например, с рыбками предлагается другая немного форма. То есть ребятам нужно заселить аквариум, но прежде чем его заселять, нужно уметь вычленять тех рыб, которые будут жить в условии этого аквариума. Да, все зависит от того, какой водой мы его наполним. И жить в нем не смогут. То есть таким образом, на первый взгляд, нехитрое задание несет в себе тоже достаточно большой потенциал для развития познавательной исследовательской деятельности. Также задания на сопоставление, предположим, мы сравниваем бабочку и жука, сравниваем насекомых. Да, то есть мы выделяем существенные признаки, те признаки, по которым эти два живых существа совпадают. И те существенные признаки, по которым они друг от друга отличаются. И тем самым, опять же, активизируем познавательно-исследовательскую деятельность будущих первоклассников. Задания на классификацию также могут быть в той форме, которую вы видите на следующем слайде. То есть умение отделить зимующих птиц от перелетных. Здесь уже предлагается задание не по раскрашиванию, не по заселению, а по соотнесению при помощи стрелочек между группой птиц и соответствующим названием. Это задание встречается уже, скажем так, во второй половине тетради, тогда, когда дети уже ориентируются не только на иллюстрации, но среди них уже возрастает количество тех, кто может элементарно прочитать название. И задание на классификацию фруктов и овощей связано, например, с распределением этих плодов по корзинам, в данном случае по кастрюлям, в которых варится кушание двух разных видов. То есть для того, чтобы распределить, для начала нужно вообще уметь сказать, что такое борщ, что такое компот, в чем их существенное сходство и в чем их отличие. И, наконец, уже потом вычинить те объекты, которые попадут в одну кастрюлю и в другую. И, опять же, объяснить, почему мы приняли такое решение. Ну и, собственно, в качестве результатов освоения курса вы видите достаточно большой перечень пунктов. Опять же, хотелось бы обратить внимание на те моменты, которые напрямую связаны с сегодняшней темой. То есть ребята получают возможность научиться сравнивать растения, животных, объекты окружающей природе по разным признакам и видеть и объяснять взаимосвязи в мире природы. То есть это то базовое умение, которое им потом будет необходимо, скажем так, метапредметное умение, которое им потом будет необходимо в рамках любой дисциплины. Ну и, собственно, изучение естествознания, биологии, географии абсолютно невозможно без осознанного восприятия причинно-следственных связей в мире природы. Следующий курс, о котором хотелось бы сказать в рамках познавательной и исследовательской деятельности, это курс, который называется «Шаг в математику». Не секрет, что развитие деятельности познавательной очень эффективно проходит именно на математическом материале. И наравне со всеми теми задачами, которые вы видите на слайде, мне хотелось бы сделать акцент на следующем, что в рамках этого курса также развивается внимание, восприятие, воображение, память, мышление, умение работать в группе, действовать по определенным правилам. Что касается структуры занятия «Шаг в математику», то, скажем так, она более замысловатая, но, тем не менее, опять же, вполне перекликается с теми этапами становления видов деятельности, о которых я сегодня уже говорила выше. То есть после небольшого организационного момента и погружения в атмосферу, детям предлагается новый материал, но, опять же, через ситуацию какого-то конфликта, столкновения с проблемной ситуацией. Обязательно в ходе этого занятия предполагается минутка. Дело в том, что вот если в рамках занятия в мире природы дети достаточно много времени могут проводить, свободно перемещаясь по группе, то вот здесь в течение 25 минут они не могут, конечно, сидеть неподвижно, но достаточно продолжительную часть времени. Они находятся в статичном или относительно статичном положении за партами, поэтому обязательно есть безминутка, но вот в рамках этого курса она предусмотрена сквозная с постоянными персонажами. Эти персонажи могут путешествовать по учебной комнате и, собственно, от их количества зависит количество тех упражнений, которые ребята делают, выполняя эту физминутку в рамках каждого занятия. Затем уже после разрешения проблемной ситуации и включения полученного знания в систему уже приобретенных проводятся тренировочные упражнения, и предлагаются развивающие задания, и завершается занятие этапом рефлексии. Что касается заданий, которые напрямую связаны с развитием познавательно-исследовательской деятельности, то, конечно, это задание на умение выделять существенные признаки, находить закономерности, в частности, это задание на заполнение пустых ячеек в таблицах, в квадратах магических, так называемых, ну, это, правда, очень упрощенная версия, версия для дошкольников, но, тем не менее, прежде чем заполнить пустую ячейку, необходимо логически объяснить, что ребенок видит в каждой из строк, в каждом из столбцов, и сделать предположение по поводу того, чем должна быть заполнена заключительная ячейка. Что касается соотнесения иллюстрации с записью математических выражений, то, на наш взгляд, это тоже очень важный момент, который позволяет детям абстрагироваться от конкретных чисел и видеть ситуацию, скажем так, целостно-математически, потому что не секрет, что очень часто дети в начальной школе, когда работают с задачами, не воспринимают задачу как определенный вид задания, а воспринимают задачную ситуацию. То есть, предположим, он только что решил задачу про машины, и задачу такого же типа, но уже про яблоки, он решить не может, потому что искренне верит в то, что это другая задача. То есть, умение видеть в математическом задании вид задания и воспроизводить его решение по определенному алгоритму, не в зависимости от того, про что это задача, а в зависимости от того, какого вида задания предложено. Вот предпосылки этого умения тоже уже закладываются на этапе пришкольной подготовки. Что касается работы с геометрическим материалом, то он тоже достаточно благодатный для того, чтобы ребята учились выделять существенные признаки и классифицировать объекты, соотносить их друг с другом, устанавливать взаимно однозначное соответствие и так далее. То есть, набор геометрических фигур, с которыми дети знакомятся в рамках пришкольной подготовки, с одной стороны, не велик, с другой стороны, для многих детей является откровением, когда мы начинаем выделять существенные признаки того же самого прямоугольника и квадрата, и узнаем, что квадрат – это тот же самый прямоугольник, только у него все стороны равны. То есть, ребенок привык соотносить фигуру с названием, просто узнавая ее по облику, и это, собственно, правильно, именно так и формируется у детей представление, то есть на уровне узнавания. Но затем постепенно мы уже переходим к выделению существенных признаков этих самых геометрических фигур, и заданием такого вида тоже уделяется достаточно много внимания. Причем соотнесение возможно не только по форме, но и по размеру, и по цвету. Причем задания, связанные с соотнесением по цвету, несут в себе еще и творческий компонент, потому что, еще раз повторяю, тетрадь черно-белая. Для того, чтобы выполнить соотнесение по цвету, ребенок сначала должен цвет фигурам присвоить, и уже в зависимости от того, какие цвета он фигурам присвоит, будет зависеть и решение, то есть оно будет у всех детей выглядеть по-разному. Конечно же, мы работаем с заданиями, которые позволяют установить причинно-следственные связи и на занятиях по подготовке к математике. Речь идет о, например, заданиях, связанных с восстановлением последовательности действий в рамках режима дня или времен года, соотнесение названия месяцев с временами года, установление последовательности. И здесь, опять же, задания могут интерпретироваться педагогам в зависимости от уровня группы, которая перед вами в данный момент находится. Что касается изучения начертания цифр, то это, конечно, больше элемент пропедевтики. Крайне нежелательно, чтобы ребенок до школы активно писал, но печатных букв и начертания цифр это все-таки касается во вторую очередь. В первую очередь трагично, когда ребенок письменные буквы научается до школы писать. Вот это страшно. А что касается начертания цифр, то как раз очень неплохо, если ребенок не просто их опознает, но умеет писать, но очень важно, чтобы их он мог написать грамотно. И для многих детей и родителей является открытием, что, оказывается, для начертания цифры каждой есть определенный алгоритм. То есть есть точка начала, есть определенная последовательность движения, равно как и для букв, о чем мы будем говорить с вами сегодня, но немного позже. И для того, чтобы исправить те ошибки, которые ребенок уже, возможно, допускает в начертании цифр, а также научить правильно писать тех, кто еще это не пробовал активно сделать, крупный образец начертания цифры представлен в каждом занятии, где ребенок с этой цифрой, с числом и соответствующей цифрой знаком. Также в эти занятия обязательно включен литературный материал и разгадывание ребусов. Причем ребусы бывают двух видов, то есть либо сама цифра включена в ребус, либо в результате решения ребуса получается название числа или цифры. Ну и, конечно же, задания, связанные с классификацией, на материале в этой тетради достаточно разнообразны. Дело в том, что это задание с так называемыми четыре возможных решения на четыре объекта. То есть множество вариантов. Просто главное, чтобы дети умели свою позицию обосновать. Причем проблемную ситуацию мы тоже можем сформулировать таким образом, что вот ребята рассматривали иллюстрацию, и каждый из них сказал, что нашел лишнее изображение. Но пять утверждает, что лишнее изображение. Первое слева, а Маша утверждает, что второе справа. И так далее. То есть вот четыре ребенка, четыре решения. Кто из них прав, кто не прав. Выясняется, что правы все, но просто потому, что каждый рассматривал данный набор предметов со своей точки зрения. То есть либо он выделяет живой объект, объект живой природы, среди объектов не живой природы, либо он рассматривает единичный объект среди тех, которые изображены парами, и так далее. И аналогичных заданий несколько встречается на протяжении в тетради и в определенной системе. Ну и конечно же умение действовать по образцу здесь тоже не предполагает обычного копирования. То есть это умение на своем уровне воспроизвести усвоенный материал, но добавить в него что-либо новое. То есть, например, вот ребята рассматривают иллюстрацию, где постепенно увеличиваются объекты в размерах или уменьшаются. Их просят ниже изобразить уже не три, а четыре объекта, но так, чтобы каждый следующий был больше или меньше предыдущего. И таким образом ребенок с одной стороны смотрит на иллюстрацию, которая в тетради, с другой стороны он это воплощает уже на материале другого объекта в очередной раз убеждаясь в том, что математическое задание это собственно задание, и оно связано с самой формулировкой задачной ситуации, а не с тем, что мы изображаем, треугольники или медвежи. И в качестве освоения курса, в общем-то, достаточно богатый спектр, они даже на два слайда разнесены, хотелось бы сделать акцент на том, что уделяется особое внимание сравнению предметов, геометрических фигур по самым разным признакам, форма, размер, положение на листе, цвет, сравнение чисел, но пока речь идет только о числах в пределах первого десятка. Также ребята научаются и получают возможность научиться сравнивать совокупности предметов по разным признакам, проводить пожестейшие мыслительные операции и логические рассуждения, и собственно составлять свои задачи, опираясь на иллюстрации, и таким образом развивать познавательно-исследовательскую деятельность дальше. Ну и еще один курс, который на первый взгляд, может быть, не очень способствует тому виду деятельности, о котором мы сегодня говорим, но я как человек, который этот курс, например, с детьми реализует, могу сказать, что очень даже соответствует. Речь идет о курсе подготовка к письму. Выше я уже говорила о том, что крайне нежелательно учить детей писать письменными буквами до момента поступления в школу, но очень часто уже на этапе подготовки к школе к нам приходят дети, которые гордостью заявляют, что они уже всю пропись списали. И тогда, конечно, остается, не принижая достижений детей, то есть в их глазах они-то совершили достижения, но моделируя определенным образом в ситуации показывать, что теперь мы будем учиться вот так. Не далее, как на прошлой неделе я отвечала на вопрос, почему вертикальный наклон, но обязательно нужно писать сверху вниз. И, собственно, открыв перед ребенком очередную страницу тетради, с которой мы будем работать чуть позже, я ему показала букву, в которой этот элемент включен, и предложила попробовать эту букву написать в соединении со следующей буквой, если он не будет писать сверху вниз, а попробует провести ее снизу вверх. И таким образом мы установили соответствие между тем, что мы пишем не просто наклонную линию, а мы пишем определенный элемент, который потом будет включен в состав буквы, и так далее. Поэтому среди вот цели и задач, которые предъявлены на слайде, мне хотелось бы особое внимание обратить на то, что мы занимаемся моделированием изображений из отдельных элементов и их сопоставлением. То есть, конечно же, развитие моторики, умение видеть строку никто не отменяет, но сегодня вот в ракурсе познавательного развития мы говорим о том, что обучение письму это как раз очень благодатный материал для такого процесса, как моделирование. И этапы проведения занятий курса подготовка к письму еще более замысловаты. На следующем слайде вы будете видеть страницу, на протяжении всей тетради странички разделены на две части. Верхняя часть – это работа со штриховкой, нижняя часть – это работа на строчках, причем строчки уже детям задаются с учетом того, что они есть рабочие строки, есть межсточные пространства, просто они чуть крупнее, пропорционально увеличены, чтобы дошкольникам было удобнее работать и работаем мы в основном карандашом, а не ручкой в тетрадях на печатной основе. Поэтому вот этапы проведения занятий разделены как бы на два вида. То есть все занятия идут парами по каждой странице. Первое занятие – это работа в верхней части страницы, работа со штриховкой, а второе занятие на следующей уже неделе – это работа на строчках, когда мы те элементы, которые использовали в штриховке, переносим на строчки и уже дальше работаем с ними, ну скажем так, максимально приближенно к тому, что дети будут делать на уроках письма. Обязательно в ход занятий по письму, по подготовке к письму, включены не только физминутка, но и пальчиковая гимнастика, и методическое пособие, которое дается в сопровождении к тетради на печатной основе, содержит конкретные разработки, и для каждого занятия прописаны эти физминутки и занятия для пальчиков. Они связаны тематически с тем, что ребенок видит перед собой на штриховке, ну и таким образом некое тематическое единство соблюдается, и тем самым это нам позволяет удерживать определенную логическую линию занятия. Я понимаю, что это не какой-то глубокий смысл, но тем не менее умение осознать, что учебное занятие, впоследствии урок, это единое действие вот от первой до 25-й, или от первой до 40-й минуты, это то, что нужно тоже постепенно в ребенке воспитывать, то есть, что это единая логическая цепочка от начала до конца, а не просто набор заданий. И в качестве примеров несколько страниц в тетради по письму, вот как раз штриховки, связанные с тем, что мы проводим прямые линии, вертикальные, горизонтальные, наклонные, тем, что мы от прямых линий постепенно переходим к линиям кривым, учимся ориентироваться в пространстве, не только кабинета, но и в пространстве страницы, и собственно, те люди, которые откроют методическое пособие, видят, что даже алгоритм прописывания полуовала, или цепочки полуовалов, это достаточно громоздкая формулировка, и мы ее тоже с детьми не то, что разучиваем, а мы ее осознаем, потому что это правильный алгоритм, более того, если ребенок умеет расчленить букву на составные элементы, и знает, как пишется каждый элемент, то, соответственно, он может потом из алгоритмов написания отдельных элементов выстроить алгоритм написания буквы. Это уже, скажем так, на перспективу. Вот в тетрадях по письму встречаются так называемые задания с открытым финалом. Например, там, где вы видите наклонные линии, малые и большие, вот четвертая сверху строка имеет несколько вариантов продолжения. Это тоже задание, в рамках которого мы активизируем познавательную исследовательскую деятельность учащихся. То есть очень удобно и спокойно мы продолжаем беспрепятственно по образцу первую строку. Мы продолжаем писать малую наклонную линию. Потом большую, потом мы их чередуем. Потом перед нами четвертая строка, образец, я спрашиваю, ребята, что мы будем писать дальше. И тут на самом деле можно либо продолжать чередование, повторяя вот этот отрезок, то есть 1 малая, 1 большая, 2 малых, 2 больших, и снова 1 малая, 1 большая, 2 малых, 2 больших. Либо обязательно находится ребенок, который говорит, что вот это было 1 и 1, это 2 и 2, значит дальше можно писать 3 малых и 3 больших, а потом 4 малых и 4 больших, и так пока строка не закончится. И это тоже умение, видите, многозначность в предложенном задании и различные способы его решения, причем каждый из этих способов предложенных будет верным. Другое дело, что от обсуждения и до воплощения этого решения проходит достаточно много времени и усилий, и на заключительном этапе занятия выясняется, что далеко не все могут этот отрезок повторить, и тогда я прям показываю детям, что можно вот отрезок образца выделить, и потом мысленно его как бы еще раз повторять, и еще раз повторять, то есть таким образом разбиваем большое и на первый взгляд сложное задание на последовательность небольших, каждое из которых мы можем выполнить, ну и в соответствии выполнить потом все задание полностью. Дальше задание постепенно усложняется, то есть от простейших геометрических форм, которые мы заполняем простейшими прямыми или кривыми линиями, мы уже переходим к сюжетным, я бы даже сказала, иллюстрациям для штриховок, и здесь уже в каждом занятии присутствует так называемая заключительная пустая строка, и сначала дети интересуются, а это тоже важно, когда ребенок спрашивает, а вот последняя строка пустая, почему, и мы обсуждаем, а почему она пустая, тоже вариант для развития познавательной исследовательской деятельности, какие версии есть по этому поводу, вот, и в конце концов мы, дети привыкают к тому, что это строка, на которой ребенок сам себе дает задание, но на ней нельзя просто написать какие-то элементы любые, или просто нарисовать что-то, что ты можешь, а это должно быть задание, которое включает те элементы, которые были в сегодняшнем занятии, но в идеале не повторяет ни один из предложенных образцов, как вы понимаете, это тоже вариант задания, который работает на развитие познавательной исследовательской деятельности. Ну и мы пробуем с детьми не только прописывание отдельных элементов, но и начертание некоторых букв именно в плане отработки соединений, и не столько для того, чтобы ребенок научился это писать, сколько для того, чтобы он осознал, что от того, откуда мы пишем элемент, откуда мы начинаем писать буквы, где заканчиваем, зависит способ соединения, а способ соединения это очень важный момент, не менее важный, чем способ начертания, и это то, что в конце концов влияет на правильность письма, на скорость письма, и на формирование техники письма, то есть умение просто быстро и читабельно копировать предложенный образец. Ну и в качестве результатов освоения курса хотелось бы особый акцент сделать на том, что дети получают возможность не только повторять начертания основных элементов, но и заниматься процессом конструирования и моделирования букв по образцу и без образца, без соединений и соединений. И таким образом вот все те методы, о которых я говорила разрозненно, мне хотелось бы свести на одном слайде, вот сейчас на примерах разных заданий из разных предметных направлений, мы с вами тем не менее говорили об определенном наборе методов. Это так называемый метод преднамеренных ошибок, то есть когда либо учитель целенаправленно допускает ошибку, создавая проблемную ситуацию, либо в тетради на печатной основе такая ситуация уже смоделирована. Это так называемый метод неожиданных решений, метод предъявления заданий с неопределенным окончанием и метод составления аналогичных заданий на новом содержании. Уважаемые коллеги, подводя итог всему тому, о чем мы сегодня с вами говорили, я хотелось бы сказать, что любознательность и потребность в новых впечатлениях это и есть двигательный механизм развития исследовательского поведения. То есть все то, о чем я говорила, что я вам показывала, что вы еще найдете в наших пособиях, это может быть использовано и использовано в контексте федерального государственного образовательного стандарта и будет работать на развитие исследовательского поведения и познавательной действенности учащихся, если мы будем этот двигательный механизм задействовать и моделировать ситуацию, в которой ребенку будет интересно вступать в взаимодействие и решать проблему. И навыки познавательной исследовательской деятельности приводят к развитию целого ряда показателей. Это и критическое мышление, и внимание, и память, и самостоятельность, и познавательность, творческие способности, и коммуникативные навыки, и личностные характеристики, в том числе и творческие способности. То есть, как мы понимаем, все виды деятельности, они не существуют, оторваны друг от друга, и, безусловно, деятельность познавательно-исследовательская связана и с другими видами деятельности, которые попутно у детей развиваются и совершенствуются. На этом, уважаемые коллеги, мне хотелось бы вас поблагодарить за внимание и перейти к ответам, Спасибо вам. Продолжение следует... Спасибо, Ирина Алексеевна. Мы старались, потому что это, собственно, плод обобщенного опыта, примененного уже на практике. То есть мы просто собрали и издали так, чтобы и другие педагоги могли этим пользоваться. Это действительно вот 25 умноженное на 6 по каждому из направлений. Спасибо, что оценили. Я надеюсь, по нам полезно. И не только. Да. Хорошо. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Значит, я уже сказала, что мы от 5 образовательных областей теперь переключились на конкретные виды деятельности. Вот сегодня на примере таких пособий, как «В мире природы», «Шаг в математику» и «Подготовка к письму» мы говорили о познавательно-исследовательской деятельности. А вот в следующий раз хотелось бы затронуть такой вид деятельности, как восприятие произведений литературы и фольклора. На материале пособий я читаю «Мое здоровье», «Учимся говорить и общаться» и, собственно, то, как этот вид деятельности влияет на развитие дошкольников. Это то, о чем мы с вами будем говорить в следующий раз. Ну и по поводу переработки пособий. То есть эта серия издана действительно уже достаточно давно. И несмотря на то, что ее содержание продолжает быть актуальным, конечно, форма требует переработки. Поэтому в настоящий момент мы с коллегами находимся в состоянии раздумья, будет ли это такое же количество, будет ли это предметное деление. Или все-таки есть смысл попробовать сделать пособие именно по направлениям, по этим пяти областям. В настоящий момент эти вопросы мы обдумываем и будем согласовывать с создательством. И я очень надеюсь, что уже к новому учебному году мы вас обновленной серией порадуем. Но она будет не менее качественная и такая же содержательная. Спасибо большое за внимание. До новых встреч.